Дай почитать. Заказанный факт авторства Шолохова «Тихого дона». Быков пытается передать атмосферу той эпохи. Как всегда, ироничен, легок, интеллектуален. Но странное ощущение вымороченности, надуманности, заданности. И трилогия должна захватывать, увлекать. К сожалению, со мной не получилось. И не потому, что один из трех романов я не прочла, а не прочла я «Истребитель». Все мечутся между точками зрения о том, кто же написал этот «Тихий дон». Все как-то тянется, как-то вязнет в образах и в определении их прототипов. Все как-то скучно и однообразно. Может, надо читать исключительно избранным и посвященным? Основная сюжетная линия романа «Х» состоит в том, что Шелестов, он же Шолохов, это белогвардейский офицер Алексей Трубин. Понятен отсыл к Алексею Турбину из «Белой гвардии» и «Дней Турбиных Булгаков». Он потерял память при ранении и был спасен дядей Шелестова. Дядя дал офицеру имя своего племянника, но всей правды не рассказал. Трубин Шелестов работает в журнале и получает чужую рукопись и задание – делать из нее роман. Шелестов пишет первый том, второй – чуть помедленнее и становится знаменит. Но Шелестов, несмотря на популярность и однозначный вывод комиссии об его авторстве, обращается к психиатру. И постепенно к нему возвращается память. Он понимает, что он и есть белогвардеец Трубин, и что все описанное в романе произошло с ним. Поэтому создание романа растянулось на 15 лет. Последний том Шелестов пишет 6 лет. В этом и есть сложная проблема этого романа – автор и его произведение. Идет ли автор на сделку с дьяволом? Является ли он настоящим, а не игрушечным персонажем? Сможет ли он продать душу дьяволу за славу? Возможно, кого-то в 2021 году и волнует этот полностью доказанный вопрос. Не расстраивайтесь, дорогие слушатели. Именно Шелохов написал «Тихий дон» 18+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенская 65, Ленина 103А, Луганская 53 и Волкова 6А. До новых встреч! Дай почитать!